Приходи, налетай, в черную пятницу раскупай! С июня и до конца года магазин Единорог Маркет, производитель лысинской посуды, запускает акцию «Черная пятница». Каждую пятницу скидка 20% на всю эмалированную и нержавеющую посуду. Каждый месяц 15 числа скидка 5% на напольные, газовые и электрические плиты производства Лысва. Ждем всех за покупками с 10 до 18 часов. Торговый центр «Центр», улица Карла Маркса, 14А, телефон 384-00. Самые последние новинки – солнцезащитных очков с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Ваши глаза будут надежно защищены. Приходите и выбирайте. Магазин «Оптика», улица Голованова, 83. «Оптика» для всей семьи, улица Ленина, 71. Компания «Профкомплект Центр» предлагает сайдинг, металлосайдинг, виниловый сайдинг, поликарбонат, профнастил, металлочерепицу и андулин по лучшей цене. Евроштакетник для забора от производителя. Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально. Компания «Профкомплект Центр», Кунгур, улица Свободы, 147. Телефон 8-950-441-78-94. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 4-12-82. Не поджигай траву. Огонь может перекинуться на деревья. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони 8-800-100-94-00. 3 июля на Кунгурской земле произошел исторический момент. Именно в этот день передали родственникам останки погибшего красноармейца 112-й молотовской стрелковой дивизии Григория Ивановича Галузина. 1910 года рождения уроженца Ординского района деревни Галузина. Найти героя удалось поисковым отрядам из Чайковского. С 20 июня по 1 июля наш сводный отряд в составе поискового отряда «Звезда» и поискового отряда «Сила памяти» у «Газпром Трансгаз Чайковский» проводили экспедицию в Невельском районе. За это время нашим отрядом было поднято четверо наших бойцов советских. К сожалению, не было у них, не удалось установить имена. Оказана честь доставить останки пятерых наших земляков на родину. Ну, что мы и сделали. А вот один из них приехал тоже домой. Все найденные красноармейцы – это бойцы 112-й молотовской стрелковой дивизии, входившей в состав 51-го стрелкового корпуса 22-й армии Западного фронта. Все они погибли с июня по сентябрь 1941 года. В результате кропотливой работы были найдены и родственники героев. Спустя 80 лет, благодаря всероссийскому проекту поискового движения «Дорога домой», погибшему воину Григорию Галузину удалось вернуться на родную землю. Он нам был родным дедом, а вот чем он занимался до войны, я даже не в курсе. Просто не мама, никто не рассказывал? Он очень молодой ушел на войну, 31 год, на 31-м году. То есть пропал без вести, пропал, а тут такое? Бабушка его долго искала, везде писала, по всем инстанциям, вообще безрезультатно. Я очень благодарна людям, которые участвовали в этом мероприятии, с такой ответственностью отнеслись к этому ко всему. В этой капсуле была обнаружена информация, завернутая, что такой-то, такой-то военнослужащий из такого-то района. То есть она сохранила до сих пор 80 лет в таком состоянии. Благодаря ей нашли нас. Здесь земля из-под Невеля, где он был захоронен. Ну и тут фагменты ремня военного. Ну, в принципе. И это, скорее всего, упаковка. Он, скорее всего, был ранен. Здесь был, скорее всего, бинт или что-то такое. Ну, все, что осталось. Останки героя, записка, патроны, земля и, конечно, память. Все, что осталось от солдата Григория Галузина. Во время Великой Отечественной войны он в рядах дивизии вел ожесточенные бои с фашистским захватчиком на стыке северо-западного и западного фронтов на юге Латвии, севере Беларуси и в районе города Невеля. Личные вещи погибшего красноармейца, которые удалось найти в ходе поисковой экспедиции, были переданы его внукам. Я сегодня выражаю огромное слава благодарности от имени администрации и думы Кунгурского муниципального округа членам поисковых отрядов. Всем тем, кто своими усилиями, своей работой, своим энтузиазмом возвращает историю о наших бойцах, о наших героях, возвращает их останки на родную землю. Отдельного внимания заслуживает Кунгурский поисковый отряд «Последний рубеж», созданный на базе «Казачьи сотни медведь». Благодаря им Григорию Галузину удалось вернуться домой. Активисты принимали участие в поиске родственников и координировали работу по доставке останков на Кунгурскую землю. «Когда они отступали, силы были неравны, оружие было тоже, карабины только стояли на вооружении, грубо говоря, армия еще была не очень вооружена, но не готовились к войне. И, значит, шло поле, на поле была дорога с таким бруссером. Когда они за эту дорогу сели, их было не очень много, там, грубо говоря, отделение оставалось, и враг наступал с армадой вот этой немецкой, и тем самым они смели наших бойцов. Первые шли танки, потом пошли уже автоматчики добивали. Наш боец Кунгурский пал смертью храбрых, не отступил, врагу не сдался, стражался до последнего». Вот уже 80 лет земля нашей страны продолжает хранить останки воинов, не вернувшихся с кровавых полей. Работы по поиску погибших героев ведутся по всей России до сих пор. Все это для того, чтобы восстановить и сохранить память о людях, которые ценой своей жизни создавали мир во всем мире. Капризы природы в конце прошлой недели принесли урон не только объектам инфраструктуры, но и послужили причиной трагедии. Приехав из Перми на рыбалку, в наш округ трое мужчин не испугались надвигающейся грозы и не обезопасили себя, предпочтя остаться под деревьями. Сильная гроза стала последней для 47-летнего жителя краевой столицы. «При проверке сообщения было установлено, что мужчина в компании с двумя своими товарищами прибыл из города Перми для рыбалки на реку Юрман вблизи поселка Ильича Кунгурского района. Они встали лагерем под деревьями, расположенными вблизи берега. Когда начался дождь, то мужчины укрылись в лагере. Во время грозы одна из молний попала в дерево, в результате чего мужчина получил испытельный разряд током и погиб на месте». Со слов товарищей, от сильного разряда их просто отбросило в разные стороны, а сидевший под стволом дерева рыбак погиб. Разряд прошел сквозь тело, расщепив пенек, на котором была установлена импровизированная лавочка. Не узрев произошедшим следов криминального характера, сотрудники следственного управления по Кунгурскому округу обращаются ко всем любителям отдыха на природе. «Спешу в очередной раз предупредить, что в случае, если вас застала гроза вне помещения, нельзя прятаться под высокостоящими объектами, а лучше спрятаться где-нибудь в низине и пусть вы останетесь, так скажем, не сохраните в сухости свою одежду, но останетесь живы». В минувший понедельник 5 июля в 15.25 на автодороге Кунгур-Ашап произошло серьезное ДТП. Водитель 1992 года рождения, управлявший внедорожником Нива с прицепом, нарушил правила дорожного движения, проигнорировав техническое состояние своего транспортного средства перед поездкой. В результате, двигавшись из Кунгура в сторону Ленка на 16-м километре, прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в центральную городскую больницу Кунгура. Пострадал и пассажир «Рено», сообщает ГИБДД Кунгура. Госавтоинспекция Кунгурского городского округа призывает водителей быть внимательными на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Поликлиники Прикамья приступили к углубленной диспансеризации людей, переболевших коронавирусной инфекцией, по результатам которой пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 при необходимости получат лечение у профильного специалиста и дальнейшую реабилитацию, а также будут поставлены на диспансерное наблюдение. Задача медицинских организаций первичного звена в ходе диспансеризации – вовремя обнаружить возникшую патологию и сделать все для восстановления здоровья пациента, отмечает Минздрав Прикамья. Заболевание опасно тем, что в первую очередь инфекция оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Углубленную диспансеризацию могут пройти граждане с 18 лет, ранее перенесшие новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Факт болезни должен быть обязательно подтвержден на уровне медицинской организации, отмечают специалисты. Записаться на углубленную диспансеризацию можно на портале госуслуги, либо личным обращением в поликлинику по месту прикрепления, сообщает сайт оперштаба Пермского края по коронавирусу. В Пермском крае ресурсным центром по развитию наставничества в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних объявлен набор наставников для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Заявку может подать любой житель Пермского края, достигший совершеннолетия в исключительных случаях и 16 лет. Имеющий активную гражданскую позицию, искренне желающий помогать меняться в лучшую сторону детям, находящихся в конфликте с законом, окружением с собой. Претендент не должен иметь судимости, состоять на психиатрическом, либо наркологическом учетах, а также не иметь пагубных привычек и зависимостей. Кроме непосредственного общения с ребенком, будущих наставников ждут приятные бонусы, обещают организаторы. Это получение уникальных знаний по теме воспитания детей-подростков, сотрудничество с органами системы профилактики правонарушений в Прикамье, душевные встречи с известными краевыми экспертами, а также возможность участия в крупных краевых мероприятиях. Для того, чтобы стать наставником, необходимо заполнить анкету по ссылке, указанной на экране. А всю необходимую информацию вы сможете узнать по номерам 645-75 или 8909-107-58-14. Столице Прикамье исполняется 300 лет. По случаю этого радостного события пермики предложили более полусотни идей логотипа Пермь-300. По словам организаторов, чаще всего в предложениях мелькал образ медведя. Также пермяков вдохновляли Кама, Спасо-Преображенский собор и Ротонда в парке имени Горького. Совсем скоро Оргкомитет Пермь-300 объявит результаты, после чего самые яркие варианты будут использованы в разработке фирменного стиля праздника. Стало известно, что к предстоящему юбилею Перми также сформирован состав экспертного совета, в который вошли предприниматели, деятели культуры и науки. Определен и Оперштаб, он будет координировать подготовку к мероприятию. А в его состав вошло Агентство новых технологий, созданное Краевым министерством культуры. Пермь-300 – это не только масштабный праздник для всех пермяков, но и прочный фундамент для прорывного развития региона, отширкнули организаторы. На стадионе «Труд» возобновляются бесплатные тренировки для населения по нормативам ГТО. Занятия на свежем воздухе с тренером Светланой Туневой два раза в неделю в трех возрастных группах позволят зарядиться энергией и бодростью на все лето. Однако необходимо поспешить подать заявку, ведь количество мест в группах ограничено. Обязательное условие – быть зарегистрированным на официальном сайте gto.ru. Запись ведется по телефону 2-4269 или в личных сообщениях группы ВКонтакте «ГТО КНБУР». Готовь сани летом. Зимой в начале этого года мы уже показывали оголенные трубы теплотрассы по «Мамонтово-8». А на сегодняшний день теплоизоляция восстановлена, а это значит, что такое нужное зимой тепло не будет уходить в воздух, а дойдет до потребителя. Мелочь, а своевременная. Не успели мы порадоваться обновленной теплотрассе по «Мамонтово-8», как к нам подошли. Местные жители и рассказали о другой проблеме. На крыше их дома съехал шифер. Это у нас же садик. Вот дети ходят на прогулку. Вот такая горе-то. По дороге их нельзя везти, а их водят вот сюда. Я только сказала заведующая, я говорю, не водите детей под ледом. Он тут маленько прощакал, под ледом, говорю, потому что шифер, говорю, навис. Как нам сказали местные жители, рабочие должны приехать сегодня. Я надеюсь, что свое обещание они исполнят и избавят от опасностей как жильцов дома, так и прохожих. Это уже не мелочь, и оставлять ситуацию без внимания нельзя. Улица Карла Маркса, главная пешеходная в нашем городе, привлекает и на множество людей, и кунгуряков, и гостей города. Здесь, на том месте, раньше стояли павильоны, но постройки были нестационарными, срок аренды вышел, и три из них уже снесли. В дальнейшем площадку будет благоустраивать, а это значит, будет меняться внешний облик улицы Карла Маркса. Она будет становиться более красивой и комфортной для пешеходов. Мелочь, а делает наш город лучше. Накануне престольного праздника Рождества Иоанна Притечи на вершине одноименного храма в Кунгуре установили красавец-купол. Такой большой и дорогостоящий подарок церкви сделала семья Высоцких. Спустя долгое время конструкцию удалось поднять в небо. Эту работу, без сомнений, было решено доверить самим создателям купола, мастерам из Челябинска. Много было сложностей, но благодаря Татьяне Михайловне, Александру Павловичу Высоцке, благодаря настойчивости и упорству игумени Руфины, мы сегодня присутствуем на подъеме такой красоты. Самому мне очень нравится, честно скажу. С таким орнаментом скрывать не буду, делаю первый раз. Делали все по фотографиям, которые нам дала матушка. Всего купол диаметром 12 метров, высоту – 10, крест Голгофа – еще 9,5 метров, общий вес всей конструкции – более 12 тонн. Чтобы поднять такую громадину наверх, еще в начале проектирования было решено сделать части разборными. Таким образом, удастся установить сначала купол, а после – и Голгофу. Челябинские мастера занимаются такими видами работ уже более 20 лет. В Кунгуре они – второй раз. А вот пермский крановщик за свою семилетнюю практику поднимает купол впервые. Сам крещеный крестился перед подъемом. Красавец купол выполнен из надежного и долговечного материала, говорят мастера. Над созданием конструкции трудилось около 10 лучших специалистов этой области в России. Дизайн и сам орнамент был выбран лично матушкой Руфиной. А форма купола выполнена по старинным фотографиям. Сегодня плод труда многих людей, наконец, обретает завершающий вид. Все с замиранием сердца наблюдают за возведением купола. Так помогает Высоцкая. Именно газ провели. Такие коты купили импортные. То есть 7 миллионов потратили в проект. То есть у нас вся эта работа, коты – это 7 миллионов. Нам бы их никогда в жизни не поставили, газ не привезти. Сейчас живем в тепле, светло-тепло. Помощь в таком благом деле семья Высоцких оказывает не впервые. За их плечами установка куполов в Успенском, Неволинском, а сейчас и в монастырском храме. При их содействии появились колокола в храме в Колпашниках. Татьяна Михайловна признается, благие дела всегда совершаются легко, точно по воле Господа. Мы всех пригласили, всем позвонили и все откликнулись. И очень сложно найти такую технику. Но она нашлась, она была свободна. И люди нас поняли, они приехали в этот день, как обещали. Мечта матушки сбылась. Дай Бог, я думаю, впереди еще будет работа, будут мечты, будут исполнения желаний. Поэтому я очень счастлива. Полный штиль, слаженная работа и, конечно, молитва позволили без труда установить купол на вершину храма Иоанна Претечи. Мечта матушки Руфины длиной в несколько лет осуществилась. Увидеть купол теперь можно из любой точки города. На радость прихожан, служителей церкви и всех жителей в небе над Кунгуром засветилась новая путеводная звезда. Захар Меньшенин занимается гончарным делом с шести лет. В своем юном возрасте молодой человек посвятил ремеслу уже большую часть жизни. Останавливаться на этом он не собирается. Любимое хобби превратилось в стиль жизни. Улучшить навыки и узнать много нового удалось на детском фестивале керамики «Алхимия». Сегодня на его закрытие Захар первым встречает гостей показательным мастер-классом. Сначала надо отцентровать, чтобы он не шатался и был ровно на центре комок. Потом надо вытянуть его, чтобы он отцентровался, еще лучше приплюснуть и потом сделать дно. Потом можно вытягивать форму. Позади у участников целая фестивальная неделя, наполненная творчеством, эмоциями и впечатлениями. Сегодня результат этого процесса представлен на выставке работ юных мастеров и именитых наставников. Самая маленькая работа, изготовленная в это время, была размером всего в один сантиметр, а самая большая – в полтора метра. За неделю было проведено 650 мастер-классов, а гончарный круг совершил более миллиона оборотов. Всего мастерами было изготовлено 33 изделия, а учениками – более сотни. Мы брали из куска, убирали глинку и добавляли здесь еще всякие части ему и декорировали его, украшали. Вторая техника была из пласта. Это мы делали вот такую кружку. Раскатывали пласт и прилепляли донышко и ручку сюда, и красили, конечно. Третья техника была круговым налепом. Я когда-то давно изучила эту технику, это грузинская техника, и во многих народах встречается. Участниками фестиваля «Керамики» стали дети – юные, но при этом опытные гончары. Их наставники приехали из разных городов России – Челябинска, Кургана, Екатеринбурга и, конечно, Кунгура. Фестиваль получился насыщенным на события. Каждая минута была расписана – сборы, мастер-классы, презентации, встречи с мастерами, экскурсии, вечерний обжиг и трепетное ожидание итогов. За это время Дворец культуры «Мечта» превратился в настоящую творческую мастерскую. И когда ты видишь глаза, горящие детей, и когда ты понимаешь, что на третий-четвертый день они уже начинают рассказывать посетителям фестиваля, как нужно работать на гончарном круге, ну, больше нет слов. Вот только круто. Фестиваль керамики «Алхимия» родился как идея в прошлом году после двух проведенных крупных фестивалей «Алхимия огня». В 2018-19 годах проводились всероссийский и международный фестивали керамики для взрослых, апогеем которых стали огненные скульптуры. В этом году было решено поработать для детей. Мероприятие получило поддержку на конкурсе 59 фестивалей 59 региона. 148 тысяч рублей стали надежным фундаментом в создании творческого события. Отметили этот проект и на всероссийском уровне. На конкурсе «Мастера гостеприимства» фестиваль занял первое место и даже прошел финал. Во всероссийском конкурсе проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» победителями стали 62 участника из 39 регионов страны. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. Вместе с проектом «Алхимия» в финал прошли 12 участников из Пермского края. Из-за того, что на нас обратили внимание в Пермском крае, мы благодарим губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за то, что он принял нас, всех финалистов, мастеров гостеприимства, услышал о наших проектах, выразил нам свою поддержку. И мы планируем, что в следующем году мы проведем, конечно, при условии отсутствия ограничений, более грандиозный фестиваль, где мы соединим фестиваль «Спутник детский», фестиваль «Алхимия» и «Большой алхимии огня». Финал конкурса не принес фестивалю «Алхимия» победу, однако заявив о себе на всю Россию, удалось привлечь внимание региона. Анастасия Тараненко, создатель проекта, представила идею развития детской керамики губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. На личной встрече с финалистами, победителями и обладателями спецпризов, глава региона пообещал поддержать интересные идеи и творческие проекты. Мы действительно считаем важным для себя привлечь внимание максимального количества наших гостей, не только сограждан, но и заграничных гостей, потому что, в принципе, у нас есть все, у нас есть и культура, и история, и природа. При поддержке края уверены организаторы, в следующем году получится сделать масштабный полноценный фестиваль для взрослых и детей, финалом которого станут две огненные скульптуры по эскизам опытных и юных мастеров. В перспективе создание большого парка арт-объектов, чтобы раскрыть Кунгур еще как историческую родину гончарного промысла. 7 июля в Кунгуре ясно. Температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 25. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 м в секунду. Ветер северо-восточный 2 мм ртутного промысла. Ветер северо-восточный 2 мм ртутного промысла. Ветер северо-восточный 2 мм ртутного промысла. Субтитры делал DimaTorzok Если человек будет говорить не правда, то в следующий раз в тяжелую минуту человек может не поверить Честный человек – это который не врет, не нарушает закон Это такой человек, кто не обманывает людей Это тот, кто все время делает добрые дела, делится с кем-то Честный человек – тот, кто не ворует Честными должны быть абсолютно все люди Честными должны быть все Я думаю, каждый из нас Вообще во всех профессиях честность важна Честным человеком должны быть все люди В первую очередь те, кто работают во власти Взятка – это когда ты взял и должен потом это вернуть Если ты не вернешь, то это плохо Если возвращаешь, то это нормально Взятка – это когда ты, например, не хочешь делать контрольную Приходишь к учителю и говоришь Учитель, держите конфетку, а сам не пишет А учитель говорит Наверное, вкусная конфетка Но так же неправильно, нужно все равно учиться Взятка – это деньги или какие-нибудь другие ценности Которые один человек дает другому Для того, чтобы тот выполнил какую-то его просьбу Или сделал какое-нибудь дело Это когда предлагают как подарок, только для каких-то целей Определенных Ну, наверное, это что-то незаконное Взятка – это какое-то вознаграждение за услугу, часто противоречащее закону Допустим, человек может стоять в последней очереди, а взяточник продает первое место человеку за деньги Это когда один человек дает другому деньги, чтобы тот совершил какие-то дела Взятка – это вот какой-нибудь человек идет и сделает что-нибудь плохое А другой человек подходит и говорит «Ты что наделал?» А он говорит «Дай мне денег, я все закускаю» Ну, допустим, человек что-то хочет, но просто так это Ну, просто так ему это не дадут или не сделают ему И он нелегально дает подарок, чтобы ему это сделали или дали Любые дорогие вещи, золотые вещи, или вообще даже автомобиль, например Ну, деньги могут дать, могут Ну, вообще любую вещь могут дать какую-нибудь там Может, еду могут дать, одежду дать могут Я считаю, что это очень плохо и даже идет против закона Наверное, это плохо Плохо Потому что это нечестно и уголовно наказуемо Конечно же, брать или давать взятку – это плохо Потому что это несправедливо и нечестно по отношению к другим людям А потому что взятка – это плохая привычка Я бы не стала давать или брать взятку Нет 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 Ну, я бы точно не взял, потому что я не хочу как-то нарушать закон и делать какие-то нехорошие дела Потому что это, во-первых, незаконно, во-вторых, несправедливо За это будут судить, а потом садить в тюрьму Иди туда Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка Ребенок в машине должен быть в автокресле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова